здравствуйте уважаемые зрители предлагаю поговорить об институте гражданского ареста многие из вас профессионалы многие зрители нашего телеканала есть конечно же и не юристы мы увидели что реформирование правоохранительных органов в казахстане это насущная потребность в первую очередь для нас для граждан для общества и для самого государства поэтому я не будучи специалистом в области уголовного права посмел обратиться к этому вопросу конституционная реформа 2022 года обусловила изменения в политико-правовой действительности не могущей не влиять на механизм правового регулирования водоразделом к сожалению очередным послужил контакт 2022 года соответственно вопросы деятельности сотрудников правоохранительных органов стали предметом расследования органов и должностных лиц исполнительной ветви единой государственной власти и судебных разбирательств то есть мы видим включение в этот процесс уже и судебные ветви государственной власти соответственно вопросы возникающие к работе правоохранительных органов являются и предметом взаимодействия и с субъектами политической жизни страны с гражданами и их объединениями в первую очередь политическими партиями именно с этих исходных позиций автор попробует предложить введение института гражданского ареста в действующее право нашей страны как юристы мы должны презумировать что в правоохранительных органах служат сотрудники надлежащим образом исполняющий свои обязанности но зачастую эти же правоохранительные органы и содействует правонарушения более того укрывают либо сами совершают правонарушения доказательства нежелание регистрировать заявление о правонарушениях факты укрывательства правонарушений банальное непринятие мер по уже возбужденным производством а установленные судами факты пыток суд таким образом установил правоохранитель совершил преступление правонарушения за которые сейчас привлекаются к ответственности и уже обсуждены де-факто неприкасаемые в эпоху назарбаева члены его семьи их как оказалось бы неприкасаемых подручных они совершены при содействии людей форме правоохранительных органов и в целях обеспечения режима законности обеспечение принципа неотвратимости наказания привлечение таких сотрудников правоохранительных органов к ответственности просто необходимость поэтому реформа правоохранительных органов насущная потребность настоящего момента при этом я осознаю что одной лишь этой реформой нельзя изменить состояние дел в правоохранительной системе нужны решительные кардинальные действия основанные и на научном обосновании предлагаемых реформ ситуация в которой находится казахстан позволяет пока лишь говорить о неспособности механизмами ведомственного нормотворчества изменить положение вещей я говорю о ситуации когда закон о правоохранительных органах разрабатывают они закон о прокуратуре разрабатывать генеральная прокуратура уголовный кодекс министерства внутренних дел и так далее и тому подобное граждане как субъекты политико-правовой жизни фактически не имеют обеспеченные возможности артикулировать в публичное поле свои предложения их причины предмет для отдельного разговора попытка инициирования реформ снизу январе 2022 года закончилась известным результатом стрельбой на поражение хотя и позволило отстранить ельбасы но султана назарбаева это урок такой же как и те которые проходили и другие общества кровавое воскресенье 1905 года в российской империи повлекло тектонические изменения в сознании подданных империи уяснивших нужна политическая сила плетью обухо не перебить нужна планомерная работа над созданием гражданского общества и в это время появляются политические партии как результат эволюции февральская революция 1917 года который ввиду слабости институтов гражданского общества несовершенства политической системы когда малочисленная но решительно настроенная партия как бы мы сейчас назвали ее экстремистской это рсдрпб партия большевиков всего-то по данным историков не более 3000 активных членов они смогли захватить власть и результат налицо казахстане 2024 года противится даже регистрации политических партий не согласованных с властью но это как учит история лишь временное явление пока государство лице государственных органов и должностных лиц предпочитает сама назначать оппозицию и это сложившаяся практика самого появления республики казахстан на карте мира к сожалению но это положение дел вечно продолжаться не может представим себе что было бы если бы у гражданина казахстана была бы законодательно оформленная возможность противостояния совершению правонарушениям января 2022 года которые выразились и в виде мародерств и даже нападениях на государственные учреждения случаи когда преступление направлено не лично против вас когда закон допускает необходимую оборону в уголовном праве или самозащиту гражданских прав иные случаи я о гражданском аресте что это такое это задержание производимое лицом не наделенным для этого специальными полномочиями в частности не являющимся представителем исполнительной власти например полицейским но готовым аргументировать обоснованность ареста например может быть произведен свидетелем или жертвой уголовного преступления частным детективом адвокатом сотрудникам охранной организации или другим гражданским лицом самостоятельно обнаружившим признаки преступления а также лицом обнаружившим официально разыскиваемого на чей арест в односудебный ордер этот институт наиболее известен в странах англосаксонской правовой семьи главным образом соединенных штатах америки во всех штатах кроме северной каролины и в великобритании какова правая природа их правая сторона гражданского ареста гражданин совершающий гражданский арест должен понимать что он рискует сам оказаться обвиняемым например по статье о незаконном лишении свободы ответственность может наступить в том случае если на самом деле не существовало законных оснований для ареста или права подозреваемого были нарушены встречались случаи когда полиции приходилось дополнительно расследовать кто являлся подозреваемым а кто арестовывающим к тому же уровень ответственности допустимые методы ареста различаются в зависимости от юрисдикции например во франции и германии лица предотвращающие преступления включая преступления против собственности не несут юридической ответственности до тех пор пока используемые ими при задержании методы соответствует уровню опасности от преступления аналогичное положением о самообороне стоит отдельно обратить внимание на то что гражданский арест направлен на предотвращение преступления и задержание преступника а не на его наказание ведь степень ответственности и наказания всегда устанавливает суд посмотрим как регулируется гражданский арест в различных системах права в австралии например право на осуществление гражданского ареста дается любому лицу на основании федерального и местного законов но может различаться от штата к штату согласно пункту 3 z закона crimes act 1914 года лицо не являющиеся полицейским констеблем имеет право осуществить арест без специального ордера разрешения на арест в случае если выполняются следующие требования лицо совершает или только что совершило преступление арестовующее лицо предстанет перед судом для дальнейшего разбирательства не будет мешать правосудию в части сокрытия улик и вещественных доказательств или их фальсификации будет оказывать помощь свидетелям и тому подобное во всех случаях лицо совершившие гражданский арест обязана доставить арестованного в руки полицейского германии это уже континентальная правовая семья которой относится и наша республика существует возможность задержания правонарушителя которые регулируются параграфом 127 абзаца 1 уголовно-процессуального кодекса при этом должны соблюдаться следующие условия преступление должно быть совершенным в данный момент или за короткое время до задержания нельзя задерживать за кражу совершенную накануне должна существовать вероятность бегства подозреваемого запрещено задерживать ограничивать свободу перемещения в случае если подозреваемый соглашается добровольно дождаться прибытия полиции или представителей прокуратуры личность подозреваемого не может быть установлена и он не желает способствовать ее установлению это третий случай обратная ситуация когда подозреваемый показывает свое удостоверение личности для идентификации задержание проводится четвертых только до прибытия полиции или представителей прокуратуры учитывается возможность применения физической силой ограничение свободы перемещения в разумных пределах запрещено например применять удушающие приемы или другие действия которые могут нанести существенный вред здоровью задержанного а как у нас словосочетание гражданский арест в законодательстве не закреплено тем не менее понятие задержание неуполномоченными на то лицами существует она регулируется статьями о необходимой обороне о причинении вреда при задержании лица совершившего посягательства статья 33 уголовного кодекса и статьей 34 крайней необходимости нормативным постановлением верховного суда республики казахстан от 11 мая 2007 года номер два о применении законодательства о необходимой обороне при наличии вышеуказанных норм права так ли необходим гражданский арест вопрос может ли гражданин защищаться если полиция или иной правоохранительный орган незаконно применять силу в нашей стране не поднимался хотя все мы помним убийство оппозиционера алтенбека сарсимбаева и двух его товарищей могли ли они спастись если вы применили силу и оружие ведь один из них был профессиональным охранником на сайте верховного суда российской федерации в 2012 году обсуждался проект постановления верховного суда о применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица совершившего преступления ссылку дадим в описании тогда возникла дискуссия о допустимости защиты от заведомо незаконного применения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов в документе посвященном законодательству о необходимой обороне указывается что уголовный кодекс российской федерации дает гражданам право на применение активных мер защиты против любых нападающих в том числе и должностных лиц проекте нормативного постановления верховного суда предлагалось два варианта возможной квалификации действий полицейских и военнослужащих если те нарушают правила применения оружия из спецсредств в ходе массовых беспорядков или задержания преступника так должностные лица могут быть привлечены по статье превышение должностных полномочий но также не исключается возможность квалификации их действий по статьям убийства или причинение вреда здоровью при превышении самообороны по итогам обсуждения эти предложения не были приняты ожидаемо по нашему мнению нам необходимо введение в действующее право республики понятие гражданский арест даже при наличии института задержания лица совершившего посягательства института крайней необходимости в уголовном праве для чего для правовой определенности устранение двусмысленности в трактовке действий лица осуществляющего гражданский арест и как результат это будет иметь последствия не только обеспечение режима правопорядка это будет означать наделение гражданина заинтересованного в правопорядке средствами для достижения этого правопорядка и никакой провокатор не сможет воспользоваться массовыми митингами для учинения конфликта с полицейскими никакой мародер не сможет посягать на собственность никакой подвыпивший чиновник полицейский судья или прокурор не сможет уйти от ответственности за правонарушение прикрываясь корочкой только наличие граждан может обеспечить правопорядок но для этого должны работать правоведы это наше предложение при этом мы осознаем что есть и обратная сторона этой медали так называемые тетушки воспрепятствование работе журналистов при освещении митингов последние годы не редкость репортером а затыка ломали технику распыляли слезоточивый газ перед лицом закрывали зонтами объективы прессозащитники призвали полицию расследовать эти инциденты но ни один человек не привлечен к ответственности а их мы видим сплошь и рядом даже с полицейскими также могут использовать правовой механизм это столовый нож можно использовать для нарезки хлеба или как оружие но граждане осведомленные о своих правах имеющие достоинства смогут воспрепятствовать неправомерному гражданскому аресту в этом я убежден только вместе наведем порядок и конечно же господа законодатели заинтересованные государственные органы как реальные законодатели и господа депутаты как формальный законодатель мяч на вашей стороне зря что ли кушайте свой хлеб а как думаете вы уважаемый зритель не повлечет ли введение института гражданского ареста злоупотреблением правом со стороны обычных граждан ждем ваших комментариев